28 дамп и плотин Кустанайской области нуждаются в ремонте. Три гидротехнических сооружения, которые защищают населенные пункты от большой воды, приведут в порядок в этом году. Остальные по мере приоритетности поставлены в очередь. Расходы на восстановление и строительство дамп из местного бюджета увеличены почти в 15 раз. Дамба на пруду Чинсай рванула прошлой весной. Вода пошла в Надеждинку, ближайшее село, и переливом через автотрассу. На капитальный ремонт гидросооружения выделено почти 150 миллионов тенге. Сбрасывать лишнее здесь теперь будут сифонным способом. Впервые в Кустанайской области используется данная методика на дамбах. Сифон дает накопляемость воды и, соответственно, плавный сброс. Нагрузки нет на саму дамбу. В общей сложности во время паводка 2017-го в регионе прорвало 6 дамб. Отремонтировано лишь половина. Еще 28 гидросооружений по заключениям специальной комиссии находятся в неудовлетворительном состоянии. Все они ждут своей очереди. Финансирование их строительства и ремонта ежегодно растет. В прошлом году у нас было выделено 27 миллионов, и в предыдущие годы порядка 5 миллионов выделялось. И в этом году, то есть у нас ощутимое, да, 322 миллиона только на проведение ремонтно-восстановительных работ. И помимо этого еще 120 миллионов на строительство и разработку новых гидротехнических сооружений. Во время паводков в зоне возможного подтопления может оказаться сотня населенных пунктов. В районах, которые подвержены наибольшей опасности, работают мобильные отряды чрезвычайных служб. Дамбы и плотины мониторят круглосуточно. На территории Кустанайского района паводка опасных участков имеется 8. Проинформировано 5223 человек. Создан штаб, где со всего района собирается информация и докладывается в штаб, созданный в департаменте Чехии в Кустанайской области. И хотя по подсчетам синоптиков зима дала осадков в два раза ниже нормы, к паводку в регионе готовятся. Его первую волну ожидают в южных районах.